Разговор не получился. Директор издательского техникума, который вводит заведение в состав строительного колледжа, не пошел на диалог с будущими полиграфистами и их преподавателями. А те, в свою очередь, заявили, никаких прав на занятие своей должности у главы техникума нет. Эта история началась в октябре 2016-го, когда появилась информация о подготовке к слиянии техникума с учебным заведением совершенно другого профиля – строительного. За этим последовали митинги, одиночные пикеты, письма губернатору и петиция президенту. Сейчас под обращением уже больше двух тысяч подписей. До сих пор ни администрация, ни представители комитета по науке и высшей школе КНВШ не могут нам сказать, будут ли сохранены бюджетные места, сколько будет плата за обучение, потому что в колледже строительной индустрии и городского хозяйства плата за обучение около 80-100 тысяч за семестр. Во многом активистов пугает именно неизвестность. Обещания комитета по науке развеять их сомнения не могут, а директор объединяемых учебных заведений Анатолий Кривоносов не слишком-то готов идти на контакт. Сюда в здании интерфакса на Садовой для того, чтобы в очередной раз обсудить судьбу издательско-полиграфического техникума, приглашали и представителей комитета по науке и высшей школе, и самого Анатолия Кривоносова, руководителя техникума, а заодно и главу частного колледжа строительных индустрий, к которому учебные заведения собираются присоединить. Но накануне встречи всем опальным сотрудникам обоих учебных заведений пришло распоряжение о том, что в то самое время, на которое назначена пресс-конференция, в 14 часов, им всем нужно быть на срочном и незапланированном совещании. Кстати, мы выяснили, ни в полиграфическом техникуме, ни в строительном колледже он в этот день не появлялся. Между тем, его отставка – одно из требований протестующих. Кривоносова обвиняют и в репрессиях против несогласных, и в давлении на неопределившихся. Нам удалось выйти с ним на связь. Ни в коей мере права обучающихся нарушены не будут. И бюджетные места, и те специальности, которые есть, и издать, и полиграфические. Никто не собирается их ущемлять, переделывать. Все, как было в этом плане, так и остается. Вот и Комитет по науке и высшей школе решение объясняет. Это попытка спасти сам техникум после неудачного лицензирования. Правда, по словам полиграфистов, спасать не от чего. У техникума есть и лицензия, и госаккредитация. А еще у него есть собственное здание на пятой линии Васильевского острова. И его судьба протестующих волнует особенно. Мы начинаем наши первые занятия, когда к нам приходят студенты. В каком здании вы находитесь? Кто топтал эти ступени для вас? У нас издательская деятельность, воспитание студентов, привитие любви очень связано с этим зданием. И мы, конечно же, обеспокоены судьбой этого здания. Никто гарантировать нам не может. На гарантии не скупятся и комитеты, и директор техникума. Но пока только на устные. Правда, кто сможет гарантировать, что решение не изменится и в будущем? И о передаче здания или упразднении специальностей и бюджетных мест не заговорят позже. Еще вопрос. На моем уровне, если решение будет приниматься, то я уверен, что этого не произойдет. Все, что связано с мыслями наших смольнинских коллег, администрации, администрации комитета, администрации города, говорит о том, что это не произойдет никогда. Противники реорганизации предлагают, если слияния не избежать, то пускай это будет хотя бы профильный ВУЗ. Университет промышленных технологий и дизайна вроде бы не против принять полиграфистов под свое крыло. Но техникум находится в городском подчинении, а ВУЗ в федеральном. Поэтому альтернатив реорганизации в комитете по высшей школе не видят. Впрочем, сроков ее пока тоже не называют и приказы сдавать не торопятся. Поэтому недовольные продолжают надеяться, что открытый диалог всех участников все же состоится и компромисс будет найден.